Всем привет! Вы на канале Вяжем Дома. И сегодня в этом видео я хочу показать вам, как вязать укороченные ряды в планке. Вот, к примеру, планочка идет с вытянутыми петельками. Этот способ, кстати, не только для такой планки с вытянутыми петельками, а также, если вы планку вяжете платочной вязкой, она тоже стягивает полотно. Вот если положить, видите, здесь такой небольшой бугор на дусе. А вот если подрастянуть планку, здесь этого бугора нет. Потому что, как я уже сказала, планка с вытянутыми петельками стягивает полотно, а здесь обычная лицевая гладь. И вот поэтому и получается вот такой вот нюанс. Так это еще мало связано полотно. Представляете, если целый джемпер будет связан, то насколько будет планка стягивать полотно. Здесь есть два варианта, как исправить такую ситуацию. Первый. Вязать петли планки намного слабже, чем основное полотно. И тогда примерно они будут одинакового расстояния. Если вы не хотите так, то исправить это можно укороченными, провязывая периодически укороченные ряды. К примеру, каждый десятый ряд, или здесь такого правила нет на глаз, вы смотрите, что стягивает, и тогда провязываете укороченный ряд. Давайте я покажу, как они вяжутся. Провязываете петли планки по рисунку, как они у вас идут. У меня здесь я лицевую снимаю, изнаночная. Лицевую снимаю, изнаночная. Если у вас петли планки платочной вязкой, то есть и лицевые, и изнаночные ряды вы постоянно вяжете лицевыми, то эта планка тоже подойдет. Вот вы провязали все петельки планки. У меня здесь 9 петель. Идет маркер, и дальше основное полотно. Временно снимаем маркер. Рабочую нить перед работой делаем вот так. Следующую петельку с левой спицы переснимаем на правую, не провязывая. Рабочую нить убираем за спицу. Туда. И эту петельку, которую мы переснимали, вернули. Получается, мы вот так вот обвили или обернули петлю. Вот она у нас обернутая. Дальше вяжем. Дальше здесь можно маркер. И провязываем петли планки в обратном направлении по рисунку. У меня здесь просто изнаночная лицевая. Так, провязываем до конца. Все. И теперь заново начинаем ряд. Планку также вяжем по узору. У меня здесь лицевую снимаю, изнаночная. Лицевую снимаю, изнаночная. Вот мы довязали до конца планки. Перебрасываем маркер. И вот у нас идет эта обернутая петля. Нам нужно петлю с обвитием провязать вместе. Мы оборачивали для того, чтобы, когда мы вот этот вот поворотный ряд делали туда-обратно, если бы без обвития вязали, у нас бы здесь была бы дырочка между планкой и основным полотном. А за счет того, что мы петельку обвили, дырочки не будет. Смотрите, как провязываем. Правой спицей я вставляю... Правую спицу я вставляю сначала вот в эту вот петлю обвития. Вот так вот вставила. И затем подхватываю основную петлю. И их обе, то есть петлю обвития, провязываю вместе одной лицевой петлей. Все. И вяжу дальше. Вот у нас вот здесь вот так вот получается. Все аккуратно, практически незаметно. И между планкой и основным полотном нету никакой дырочки. И планка в итоге не будет стягивать полотно, так как дополнительно мы провязали два ряда. Дальше вяжете до следующей... Ну, до конца вязания. И с той стороны не забывайте то же самое делать. Вы провяжете до конца, развернетесь, провяжете поизнанке, обернете. Или хотят быть, я вам покажу это. Давайте провяжем сейчас до конца ряда. Вот я провязала ряд до конца. Разворачиваю вязание. Сейчас провязываю петли планки по рисунку, как они у меня есть. У меня здесь идут 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И так я провязываю до конца. Провязала. Давайте маркер снимем временную. Теперь нам нужно обернуть петельку. Нить на спицу закидываем. Петельку сняли на левую нить, за спицу убрали и петельку вернули. Развернули вязание. Вот. Получилось, что мы обвели петельку. Ворачиваем маркер и провязываем петли планки. Давайте я сразу же тоже верну. Провязываем петельки планки по рисунку. Я здесь, это у меня лицевой ряд, я вяжу лицевые, я здесь снимаю. Разворачиваем вязание. Да, хорошо, кстати, что я сняла здесь же по изнанке. Нужно показать, как петлю с обвитием вязать. Так, вот я провязала. У нас идет петля с обвитием. Смотрите, как я ее по изнаночной стороне вяжу. Я подхватываю обвитие за дальнюю стенку, одеваю ее на спицу. И затем провязываю изнаночную петлю, это обвитие, и петлю вместе. И вяжу дальше. И вот так вот все смотрится по лицевой сторонке. Вот это обвитие за петлей. Тоже смотрите, все аккуратно, никаких дырочек нет. На этом у меня все. Надеюсь, вам такой вязальный лайфхак. Небольшая хитрость. Понравились? Как сделать так, чтобы планка не стягивала полотно? Вы обязательно им воспользуйтесь. На этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok